добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава бэмидбар и теперь посмотрим на непобедимый стан стан располагался квадратом в живой торе мы читаем что длина и ширина стана были 12000 локтей чтобы это себе представить это около 6 километров на 6 общее количество воинов 600 3550 вот так огромное и у нас по центру стана еще были левиты на востоке стоит стан и гуды в него входит и гуда и сахар из вулун соответственно приводится числа что они гуды семьдесят четыре тысячи шестьсот воинов во возглавляет накшон сына минадала знаменитый человек который первый вошел в море рядом с ним стоит колено и сахара вождя зовут не таель цен суара и вводит своего числа их 54 тысячи четыреста человек и рядом стоит с ним звук а вот сынов злона или авсен хейлона воинство его числе 57 тысяч четыреста воинов вместе это получается 186 тысяч четыреста это самый большой стан восток это где восходит солнце самый маленький стан стоит на западе это эфраим его возглавляет или шама сына мигуда это дедушка и гоша сына нуна и у него 40 тысяч пятьсот воинов и рядом стоит у него минаше вождя зовут гамлей сын дацура и у него 32 тысячи двести воинов самый маленький стан и рядом стоит бениамин авидан цинге дани очень не просто запоминается это имя в список запомнить весь и говорить очень тяжело что-то он запоминается в общем у него 35 тысяч четыреста человек и вместе это 108 тысяч что это самый маленький стан на юге стоит стан рювен гад и шимон очень зовут вождя колено ашера он по гельсон охрана его зовут в общем если мы посчитаем у него 62700 воинов и вместе со всеми из ашерами с нафталии составляет то что больше 150 тысяч человек вместе у нас 60 3550 воинов огромный стан что интересно что ни одной войны никогда в пустыне мы не проиграли этот стан выходил этим квадратом и ничего мы полностью были неуязвимы когда мы конечно слушали всевышнего когда мы не слушая всевышнего мы все равно они дни щек не было убить никогда это просто исключено было после что враги напали убили нас случае когда нас убили еще до того как мы имели этот стан когда мы уже начали говорить всевышнему если бог среди нас или нет это было в рефидиме это до дарования торы а станы наши уже в таком порядке стали во втором году в пустыне стан отправился в путь 20 и яра 2449 года вот так что касается левитов левиты считается не от 20 до 60 лет как воины а в этой главе они считаются с одного месяца и старше и мы знаем что левиты гершома гершона их было 7500 человек и они занимались тем что они переносили и собирали ткани это у нас есть четыре покрытия шатра как мы знаем есть нас потолок который состоит из голубой шерсти борисы червицы льна и он с вытканными кругами вот и соединен он между собой из двух полотнищ которые соединены золотыми крючками потом у нас есть второе покрытие из козьих из козьей шерсти и соединены медными крючками и третье покрытие это шкуры бараньи окрашенные красный цвет и четвертое покрытие шкур тахашей вот эти огромные покрытия они носят кроме того они носят все ткани забора мы знаем что у нас он идет из льна забор вокруг шатра и есть у них в распоряжении полог при входе в шатер они носят в общем вот эти все тканые вещи и полог при входе во двор вот это все в ткани они носят колена гершона и 7500 человек колени в общем в этой семье гершона а у кигата самые священные предметы это у нас ковчег завета это у нас минора это на стол предложения с хлебами который меняет перед каждым шабатом это у нас есть маленький жертвник золотой для воскурения благовоний и жертвник который стоит во дворе храма но очевидно умывальник который стоит между шатром откровения жертвиком это тур они пишут то его носит вот вот это обязанности священного колена кигата ну их удивительно почему-то 8600 человек больше у всех казалось бы не такое количество предметов огромное хотя по святости они огромные но вот они носят их а самое тяжелое самые тяжелые предметы носят колено мрари удивительно что их меньше всех 6200 казалось бы балки шатра тяжеленные это 5 метровые где-то 10 локтей это 5 метров такие балки которые толщиной где-то в полметра шириной они 75 сантиметров это полтора локтя и высотой где-то пять метров это огромнейшие балки по еще покрытые золотом вот это не носят и таких у нас балок получается получается сейчас мы их посчитаем значит в храме 50 54 наверное их вот так вот то со входом совсем вот таких вот то есть получается 48 у нас балок плюс у нас четыре балки это завеса она держится на четырех балках и вход шатер на пяти даже 57 балок вот это не носит и подножия по два подножия под каждой балкой в общем сто подножий идет на сам шатер серебряных и пять подножий идет медных на входе вот это не все носят и носят они колья и балки которые меньше размеров эти 60 балок которые стоят вокруг двора на которых висит занавес это все они носят вот это их не самая тяжеленная работа почему это так трудно сказать почему меньше всего у него людей для такой тяжелой работы но потом мы конечно будем читать дальше и на со уже будет развязка почему так уж там именно в служить храме будут же не с одного месяца и старше а возраст будет там с 30 до 50 это буду когда когда вам разбирать мы уже поймем что не так все просто вот так но это вкратце вот мы сегодня рассмотрели такие вот вещи которые касаются непобедимого стана вот интересно что римляне скопировали этот квадрат и они побеждали во всех войнах удача была у них всегда потому что они вот из торы взяли это построение войска все у нас все замечают так что мы должны радоваться что всевышний именно нам подарил эти знания все а на этом наш сегодняшний урок заканчивается урок был дан за весь на спица который мы читаем за здоровье за поднятие души за хорошие штуки то что просит и всем желаю крепчайшего здоровья и пусть закончится страшная война срочно и до новых встреч надеюсь на состоится завтра в 15 часов шалом притр checking C А О Б Э Б Б В В В В Т 演 Продолжение следует...